ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шеф, что происходит? Шеф! Игорь, всё просто. Нашу Машеньку бросил парень. И не просто бросил, а этот негодяй забрал все её драгоценности с собой. Шеф, я считаю, что этот негодяй просто обязан быть наказан. Да, мы как коллеги должны ей помочь, но это будет непросто, поговаривают, что он серьёзный парниша. Шеф, мы должны это сделать. Если не ради Машеньки, то ради науки. Ради науки. И куда это занесло наших героев? Неужели решили сделать сюрприз бабушке Игоря и без приглашения приехать в гости? Логово каждого злодея всегда охраняет злая собака. Сейчас мы попробуем её пройти. Какие у нас есть варианты? Ну, давайте попробуем её испугать как-то. Отлично. Хуйни! Хуйни! Шеф, это не работает. Но я подготовился. Колбаса и снотворное. Ну что, Игорь, ты придумал? Тебе и колбасу в руки. Она не хочет её есть. Ты посмотри. Уже две таблетки выпало. Шеф, она достаёт оттуда таблетки. Шеф, снотворное не работает. Собака раскусила наш план. Шеф, что мы будем делать? В таком случае, Игорь, раздолбаи идут напролом. Настоящий джентльменский поступок. Даму вперёд пропустили. Во двор, где злая собака. Иди к серому. Ну, хоть не прячутся за Машенькой. Не с первой попытки. Но трём людям с высшим образованием всё же удалось перехитрить простого сторожевого пса. Если собаку вы прошли, то впереди вас ждёт закрытая дверь. А как её открыть, смотрите дальше. Чтобы проникнуть внутрь, нам предстоит сейчас открыть дверь. Какие у нас есть варианты, раздолбая? Шеф, я видела в кино, что дверь можно открыть с помощью шпильки. У меня есть. Продемонстрируй. Вы верите, Лап? Шеф, я сломала шпильки. На самом деле, шеф, я подготовился. Набор отмычек. Ну, давай попробуем. А Серж профи. Сам-то не хочет отпечатки пальчиком оставлять. Оно не работает. Ну, в наших руках, естественно, оно не работает, Игорь. Я подготовился ещё немножко. Ты явно подготовленный парень. Шеф? Да? Оно не работает. И сверло сломал? Умничка, мальчик. Что бы вы без меня делали? Я подготовился ещё лучше. Почему-то мне кажется, что эта вещь точно должна работать. Вы как думаете? Наверное, шеф. А вы быстро бегаете? Ну, достаточно. На старт. Внимание, марш. Терминатору из однамённого фильма с помощью такого ствола удавалось открывать любые двери. Посмотрим, удастся ли Серж. Первая попытка скорее удачная. Но нужно закрепить успех. По-моему, отличный выстрел. Но, как говорится, бог любит троицу. Я думаю, что этого будет достаточно. Как сказали бы мои раздолбаи, оно работает, да ещё и как работает. Вот только дверь по-прежнему закрыта. Шеф, ну что же нам делать? Неужели нам дверь так и не подахнет? Ну, у меня впечатление, что она уже на издыхании. А, кстати, а где её? Я обошёл. Молодец, мальчик. Научный подход. Пойдём, марш. После такого взлома самое время перекусить. Сейф с драгоценностями Машеньки уже совсем близко. Но нам осталось пройти лазерные датчики. Так вот, ради чего это всё. Сейф с драгоценностями. А сама Машенька, вероятно, потеряла ключи от сейфа, двери и входных ворот. Как и следовало ожидать Игорю и Машеньке, лазерная сигнализация оказалась не по зубам. Поэтому за дело взялся Серж. Лишь кому, как не шефу, спасать ситуацию. Для шефа проход через лазерную сигнализацию – возможность вспомнить движения из восточных единоборств, которыми он увлекался в детстве. Ну и немного современных танцев, которыми он увлекается в настоящее время. Браво! Наверное, в сейфе хранится что-то очень драгоценное, раз он охраняется сигнализацией из лазерных датчика. Размялись! Теперь пора переходить к главной задаче. Итак, мы близки к цели. Вот сейф, в котором спрятаны Машенькины сокровища. Я подготовился. Такое впечатление, что Игорь пошел на дело сразу после приема у терапевта, у которого испионерил стетоскоп. Мне почему-то кажется, что здесь абсолютно случайно может оказаться топор. Я бы... Может быть, абсолютно случайно здесь окажется вот эта вот кувалда и немного жидкого азота. А я, в свою очередь, хочу напомнить, что с жидким азотом нужно быть, Игорь, очень осторожно. Это простые медвежатники идут на дело с фомкой. Раздолбая, берут с собой жидкий азот и еще половину химических элементов, в периодической таблице Менделеева. Но без старой доброй кувалды, как выяснилось, не обойтись. Взгляни, ради чего мы с тобой столько мучились. Раздолбайчик мой любимый! И тут Игорь с Сержем поняли, в чем разница между мужчинами и женщинами. А Машенька не поняла. Что?